так выпрямил стремянку кинтов своих татары языком погрели самосвал засунули и выпрямили сейчас допрямую ровнее все молотком нет тут резьба сильная тремянка сама по себе прочная поехал в магазин иномарки хотел купить гайки на стремянке нету гаек на стремянке но еще за чушь стремянки есть гаек нет вообще-то паранойя что за стремянка не знаю на металлоломе брал но я думаю что она вообще крепкая толстая толще чем эта шпилька домкрат пролазит вообще в ней сила живет и так понимаю в этой стремянке сейчас я его тряхтую еще зрели откую ее ровненькую сделаю а может на холодный получится гайки у меня от mercedes есть сюда подходит на кручу и только раздам он не вытащит нормальные гайки а здесь чуть-чуть потерта одна сторона но начало целое и взял еще вот мне патронами давали токарный станок в эту фигню шпилька была вставлена в патроны чтобы нести взял две гайки и у татар сейчас или этой потяну попробую не знаю какая тут прочность конечно у этой шпильки резьба довольно таки крупная как бы очень это хорошо и гайки короткие длинные когда гайки по ходу дела такие же как на телескопе мне кажется стоят нет или это другие на телескопе на 20 стоят болты и гайки да это нифига не двадцатые это больше и скопов ские вот они это нифига не телескоповский чуть побольше чем телескоповский у меня таких не было торт две гайки нашли сразу сходу сейчас буду вытаскивать ту втулку и начинать что-то пилить уже что-то пилить растачивать не знаю что начну наверное вот с этого по моему мнению это такой на данный момент самый простой вариант наверное это вот это вот сейчас такую пирамиду хеопса собрал пробуем что-то куда-то тянется но втулка гайка улетела нахер да вырвала резьбу со шпильки со шпильки вырвала резьбу да да вон с него на так что натяг тут хороший шпилька не выдержала шпилька не выдержала наверное если гайка была длинная то держала бы лучше наверно ладно надо только рада чтобы он такие гайки вытащил как как вариант будет работать что-то потянет но сейчас попробуем стремянка конечно воспользоваться вот такие две гайки у меня есть с помойки не это не знаю чего это понятно от мерседеса сейчас буду пробовать чуть-чуть сейчас от от попробую отрихтовать ее поровнее сделать снежок пошел все как положено отрихтовал стремянку вроде ровная так относительно конечно если можно сказать что она ровная даже не крутится будет оттянуться в принципе должно быть все нормально по идее по идее должно быть все хорошо пробуем стремянку как она себя ведет ни хуя шайба лопнула коленая шайба лопается раздавила нахер коленую шайбу потому что я здесь не отцентровался фига себе силенка да вроде отцентровал и ни хрена не отцентровал толком так блин жалко шайбу была хорошая шайба и пиздец ей случился металлолком поедет так следующая попытка на какой натяг сейчас посмотрю как себя шайба ведет и портит она мне здесь стенки вопрос вроде обточил но лучше перебздить нет все отлично все хорошо она здесь с зазором есть зазор но все равно лучше конечно перепровериться лишний раз ну его нафиг шайбу похер а вот что она может беды натворить с посадочным под втулку это конечно неприемлемо нормально хороший натяг да цилиндр кончился наверно по идее по идее по идее цилиндр кончился на гайка короткая держит это хорошо так нет это длинная пока что пока что длинная в bid' тут чуть-чуть чуть-чуть довольно таких плотненько сидела ход этого цилиндра силовите 5 5 сантимов маленький так пробуем еще раз пирамидку детском садике помнить уже почти вышло стенки не портит все вылезла все четко хорошо не испортила пальцами трогаю все отлично сейчас буду прессовать новую втулку туда стремянка работает кому надо берите на вооружение стремянка работает гайка от мерседеса держит вторая не знает чего с помойки тоже держит все прекрасно так осадочные идеальные вообще прям заводской так в этот хон чувствуется как тут даже не разбил тут-то не разбила вот это конечно интересная картина вообще просто в идеале как ни странно как ни странно все как у аннушки ну вот вытащил старую стулочку износ она имеет двух плоскостях вот видите здесь не терла здесь терла здесь не терла вот напротив друг друга здесь вот износа как бы нету как бы нет в теории можно было даже эту стулку так как бы есть оставить наверно в ней никаких ходов нету видите вот digit parts точно такая же без всяких ходов а вот арес как всегда с какими-то нарезками номер этой втулки блин номер втулки и мека я брал это по-моему челябинская история палец новый без отверстия для выпресса надо отдавать токара чтобы он проточил и нарезал там резьбу потому что мы ее на хрен потом снимать сейчас посмотрим кстати я не проверял как старая втулка будет на новом пальце работать так я вам скажу что она здесь в принципе вообще как бы можно сказать даже отлично но есть шаг но маленький маленький но есть в теории даже эту втулку можно было бы и не менять потому что у нее износ есть конечно но на палец чувствуется что где она черная она как бы шершавая там где она потерта она блестящая ну видно да есть износ но шата как такового нету ну digger parts пробуем вообще отлично все отлично и ариес тоже варис и кателю больше ну может быть запрессуется и и сдавит digger parts плотнее палец вот этот вот тоже ариес вот он ариес ну чё ариес кариесу поставить да наверно кариесу кариесу можно в принципе было и не выпрессовывать эту втулку 179 8 0 9 0 0 179 который стоит на там на конце вот сюда забивается ну в цилиндрах этого пальца ариес с такими каналами digger parts без каналов ну конечно это бушная то есть шат но небольшой как бы можно сказать рабочий можно было бы не менять что касаемо пальца старый палец его выносила палец кстати выносила то есть он изношен в этом месте где втулка трется но не настолько сильно есть вот тут ступень вот она вот она ступень она видно сейчас я попробую втулку сюда ради интереса так просто посмотреть что происходит так сейчас она не идет что-то тут уперлась блин одеть даже не могу а ну да я же ту сторону вылазил не в эту сейчас сниму не знаю через ржавчину не пойдет наверно попробую щас а вдруг опа пошло да ёб твою за ногу ну вот она видите телепается палец изношен но новые палец и здесь вот не отшата то есть принципе палец было новый поставить втулку можно было оставить без изменения дальше чудеса продолжаются вот сюда в шток ну палец вот он gcb volvo-gcb.ru зайдите на сайт там есть разбретовка с картинками регистрироваться не надо может все посмотреть что моя втулка вот она имеет такой номер 8 0 9 0 0 1 2 7 моя вот такая высота теперь смотрите что мне пришло под этим номером как так как так как так что за хуйня то ли лыжи не едут то ли я что-то не понимаю почему то вот такие короткие пришли почему то но я понимаю что я не больше не не стоят кран как здесь сейчас я посмотрю конечно мои вот износ на них есть взявая на палец на новый вот они телепаются видите боли на чё за паранойя ну как такое возможно как такое возможно почему-то эти втулки короче почему не пойму что за хрень собачья происходит хожу ищу ищу вижу что эти большие думаю а что у меня их нету я же заказывал а беру номер а они не такой высоты а эти он ржавые видите коррозия в них опять тупичок небольшой ну понятное дело что другими делами можно заниматься но как такое вышло я не я не понимаю вообще так втулку направил молотком вставлю вот так вот одну сюда одну сюда дирком она это чтобы вот так вот случай давили сюда вот так вот по кругам она да наверное правильно нет непонятно да вообще как правильно неправильно короче вот так вот центроваль вот так вот сейчас игорь романенко написал спросил его может быть сюда поставить сто семьдесят девятый вот эти втулки которые сейчас сюда забиваю она как раз вот досюда встает одна так и вот вторая станет то есть как бы можно было в две сто семьдесят девятый поставить диаметры вроде одинаковые только эти родные короче вот она видите короче а это длиннее о видите насколько а там же ступенька есть и точить проще правильно ну не надо резец переставлять геморрой этот сквозняк пропилил и все он говорит и хуйня не занимайся не делай так а так бы вообще было бы вот вообще супер было бы да ну вот разница есть вот это или вот это а эти крит ходят нормально не еби мозги ну фиг знает так диаметр то одинаковые ну ладно пока он сказал что вот эта фигня железная не чугунная а супер турбо мастер королюк сказал это чугунная они там приваривали с этим помните на улице так когда они варили то ауды си бенка там была сломана и они вот это ухо приваривали то есть они не грели здесь резаком говорит металл испортим они здесь дыру прорезали шпилькой стянули рихтовали то есть как бы говорит что вот это чугунная насколько я помню Игорь говорит что они это нифига не чугун ну короче ладно не знаю тяжеловато конечно будет делать тут тоже наплавлять это перевешивать станок надо будет это пи просто пиздец блять заморочек столько чтоб это жесть блять и пилить здесь некуда они тонкие если поставить промежуточную втулку куда ты здесь поставишь ну куда блять некуда ее ставить мяса то нету вот здесь тело тонкое что ага отпилить только новое если вытащить в пиздошить сюда можно конечно тут в принципе доступ есть отпилить этих нахер и новые поставить так то так то доступ то есть можно наружные не менять куски а вот эти вот заменить ну считаю вот ровно половина да даже чуть больше новой будет а эти наплавить концы ну короче не знаю на хузина ладно это херстин вот это гимор ну ладно я пока буду пытаться собрать назад все так что здесь это короткая вот это будем будем попробовать присувать 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 будем попробовать так вот так надо найти подкладки какие-то такая есть подкладочка так вот и сюда какой-нибудь кусок трубчонки надо где его взять кусок трубки эту штуку поставить во шайбочку вот эту можно использовать во вот это вот еще попробую вот и как и да и натяжок-то пошел в конце все кончился ход где идет без перекоса все ровно игрян там новое видео выложил заходили смотрели или вас не интересует это хотя патриотом это не надо я так думаю ну вернее не патриотом на тем кто зомбоящик смотрит и не верит людям которые находятся в онлайн я хорошо так это понятно сторону можно постучать и вот где шток конечно нежелательно стучать когда палец ну когда втулку ссадить и эту сторону то можно постучать теперь надо подобрать сюда втулку которой забивать запрессовывать вот это когда вытаскивать сюда тяжело это елда конечно игорян там спрашивается что ты не используешь да эти ну домкрат он сказал что типа ему не надо я так понял что он жесткость определяет именно когда забивает кувалдой он определяет натяг я так думаю поэтому он и не купил до сих пор себе этот полый домкрат его он не интересует ну знаю меня так очень устраивает особенно когда в одну каску домкратом домкратом очень удобно домкратом очень удобно так то конечно если в пятером то может домкрат то и не нужен но мне одному конечно он не справится без него так теперь надо отцентроваться не попал не попал где то вот так вот попадая сейчас он туда нужно зайти уже лучше перепровериться нафиг сейчас еще испортит посадочная подсальник да вот это будет вот это будет хохма так перепровериться надо во сколько тут все зашло и гайка держит на совершенство сады соска нормально расстояние передавил я на чуть-чуть чуть-чуть передавил я блин плохо сейчас в обратную сторону надо гнать не хотелось это делать ну ничего страшного не произошло передвину так так сейчас не проскочить что-то что-то куда-то стрельнуло ну блин давай волоси и кто полка не дает ну ну блин ну ну вроде одинаково чештангелем проверю я в стопор вошел не знаю первым роста чуть этот или вот это по идее то вот это надо первым точить она как бы центровая по идее это то как бы не центровая и мне кажется от нее отталкиваться нет смысла чисто логически так так то все проверил но вот отсюда одинаковое расстояние там туда-сюда но тут все равно плюс минус есть вот это я не знаю как замерить горизонт на чего здесь оттолкнешься даже не знаю от чего тут отталкиваться мне кажется эту точить на потом первую ту на аточить за баловую романенко спросить какую первую точить эту или эту да походу придется до завтра паузу взять сейчас уже пол первого или час ночи все уже спят да а тогда эту от чего выставляться как это выставляться вот от чего вообще не представляю даже ты чего вот эту восстановить как ее тебе не могли точку какую-то поставить за на заводе специально которая делать от замеры как на машинах что ли а блин кит из заморочки ведь а контрольных точек нету или бы их не знаю и либо их нету